Привет, друзья! Меня зовут Катя, я инструктор по йоге, аэро, альфа-гравити и растяжке. Сегодня я вам расскажу несколько способов, как выполнить вис под крестец. Мы расправляем наш гамак волной, держась за самый краешек его. Учимся не бороться, а взаимодействовать с этой тканью. Разворачиваемся к нему спиной, немножечко так развернусь к вам. Берем на ширине тазобедренных суставов сзади руками. Четыре пальца у нас внутри, и большой палец снаружи остается. Делаем приблизительно восемь защипов. Восемь защипов дает нам глубокий сид в гамаке. Если мы хотим сесть в середину, то мы делаем пять защипов. Если хотим сесть на краешек, то делаем два защипа. Собрали именно восемь защипов, развернулись спиной к гамаку, поднялись на носочки и опустили ягодицы внутрь. Вот мы уже находимся внутри и расправляем ткань до наших коленей. Здесь наша задача, чтобы выполнить этот переворот достаточно простым таким способом. Мы раскрываем колени в стороны, как можно шире. Большими пальцами начинаем оттягивать чуть по бокам от наших ягодиц стропу гамака сзади. Сильно-сильно-сильно оттянули, зафиксировали ее на нашем крестце. Вот это вот часть нашей спины, крестец. Не на пояснице и не под ягодицами. Если вы это сделаете под ягодицами, то вы вывалитесь. Если на поясницу будет гамак давить сильно, на поясницу будет больно. Оттянули здесь и сделали захват руками. Уже четыре пальца захватывают гамак. Начинаем отклоняться назад и подкручиваем в этот момент таз на себя. На себя он вращается. Если он у вас вращается вперед, а бедра начинает поддавливать вниз на гамак, находясь все так же широко в нем. Все, вы здесь обязательно найдете свой баланс. Руки у нас удерживают ткани рядом с бедрами. Продолжаем уходить ниже, уже в параллель с полом. Еще больше колени разводим в стороны и захватываемся с передней стороны от обеих строп гамака. Медленно опускаем себя вниз и отпускаем руки в пол. Все, дальше наша задача полностью расслабиться, чтобы этот переворот работал для вас полностью и принес вам только позу. Пользу вам нужно расслабить пятки, стопы, пальчики, ног, голени, колени, обязательно бедра. Только тогда кровь сможет свободно самотеком стекать в брюшную полость, которая тоже должна быть расслаблена. Грудную клетку, шею. Ничего здесь не зажимаем. И голову. Руки укладываются таким вот образом в стороны, тыльной стороной вниз ладони, чтобы все плечи у вас полностью расслабились. Мы здесь как будто бы начинаем стекать вниз, полностью расслабляясь. Еще какие варианты есть. Сначала расскажу, как мы будем возвращаться обратно. Чего страшного нет, если вы даже начинающих, получается абсолютно у всех. Мы руками захватываемся над нашими бедрами за ткань гамака. Чуть-чуть подтягиваем себя прессом. Раскрываем ноги в стороны и выходим в параллель с полом. Когда мы вышли в параллель с полом, это очень важный момент. Нужно колени подтянуть к колбу. Немножечко напрячь мышцы пресса и мышцы промежности. Подсократить их. Здесь продышать 3-4 дыхательных цикла. Это вернет ваше кровообращение в нормальное его русло. И только после этого подниматься в положение сидя, уходить в наклон вперед вот таким образом плечами, упираясь в стропу гамака. Здесь дальше восстанавливаться. Или же из этого мы можем вывести одну и вторую стропу гамака локтем вперед, побыть здесь в позе ребенка. Таким вот образом восстановиться. Или же полностью вылезти из гамака. Еще есть два способа восстановления. Здесь вот мы вылазили, у нас он сразу здесь подмышками оказывается. Мы взяли, на нем повисли. Все, здесь все вверх расслабили. Постепенно восстанавливаем, даем нашему организму вернуть кровь в свое естественное течение. Или же выводим гамак перед собой, уходим в наклон. Находимся в наклоне. Восстанавливаемся в нем, спокойно, расслабленно. Или же полностью уходим на коврик, заземляемся на коврик. Это уже перед концом тренировки, как правило. Только на коврике восстановление. Таким образом заземляемся на двух кулачках. Каким образом еще можно выйти в вис под крестец? В несколько раз сложим наш гамак. Сначала за край его полностью расправляем одним движением. Учимся это делать одним движением. Берем дальнюю часть гамака, складываем его пополам. Из этого положения можно выйти в вис под крестец. Также разворачиваемся к нему спиной. Берем на ширине тазобедренных. Руки делают у нас приблизительно 3-4 защипа. И мы садимся внутрь гамака. Проделываем все то же самое. Стропа гамака у нас под коленями. Здесь на крестце задерживает ткань гамака. Отклоняемся назад и начинаем обязательно подкручивать таз. Это вот секрет такой. Ягодицы если подкрутите, вы сможете выйти в горизонтальное положение. Обнялись ногами и опустили себя вниз. Тоже достаточно такой простой для начинающих. Комфортное, легкое положение и легкий заход в гамак. Также используется для выполнения некоторых элементов наверху. Здесь спокойно дейшн. И выходим тем же способом. Захватились, опустили ноги, вошли в горизонталь. Колени к себе и поднимаемся вверх. Так, еще один способ, точнее говоря, их будет еще два. Мы оставляем сложный гамак пополам. И усложняем себе вариацию. Складываем его еще раз пополам. Разворачиваемся к нему спиной. Я рекомендую, если у вас особенно гамак дома, попробовать все вариации. Или же если вы ходите в студию, там попробовать все эти варианты. Если вам ваш инструктор не рассказывает про них. Мы делаем буквально один защипчик и усаживаем себя внутрь гамака. Вот сейчас у нас должны быть только ягодички, охваченные гамаком. Мы его уже сильно под бедра не растягиваем. И здесь ткань должна оставаться на наш крестец. Беремся с боков или же даже полностью здесь можно уже сделать вот такой вот захват строп гамака. Тоже достаточно легкий для новичков. Развели колени сначала в стороны, начали опускаться вниз и также таз подкручивать на себя. Вот представьте, что ваш лобок тянется к нижним ребрам. Пупок собирается в одну точку. И вы здесь выходите в горизонт. Вот у вас уже колени подтягиваются. И обнимаем стопами гамак, стропы гамака с обеих сторон. Опускаемся здесь вниз. В этом положении мне не сильно нравится находиться. Хоть и выходить достаточно легко, обычно поддавливать на бедра некомфортно. И еще может поддавливать вот здесь вот на область крестца. Тоже не самое комфортное. Или же под ягодицами. Но оно есть, имеет место быть и кому-то может подойти. Поэтому рекомендую обязательно попробовать и его. Выходим обратно. Захват над нашими бедрами. Разводим ноги в стороны. Выходим в горизонт. Два-четыре дыхательных цикла и выходим. И самый распространенный способ в узкую стропу гамака, к чему вообще все стремятся. Мы собираем стропу узко, разворачиваемся к ней спиной. И вот эту узкую стропу гамака, разводя руки на ширину нашего таза, точнее чуть-чуть даже пошире, чтобы руки там не застряли, укладываем на крестец. Вот таким вот образом. Мы поднимаемся на носочки. Руками здесь фиксируем гамак. Вот он у нас держит крестец. Обняли его. Уже низ живота подтянутый. Сделайте обязательно такое движение. Лобок стремится вверх к ребрам. Тогда вам будет очень легко. Здесь подкрутили, все. Ноги остаются прямые. Не согнутые в коленях. И вот так вот начинаем отшагивать назад. Еще больше начинаем подтягивать лобок к себе. Собираем живот в одну точку. И тут уходим в виз на гамак. Колени уходят в сторону. В горизонт выходим. И опускаемся вниз. Наша задача во время этого движения удерживать гамак на нашем крестце. Не давая ему ни вниз спуститься, ни подняться вверх на поясницу. Обычно это делают вообще с размаху. Таким вот образом. На крестце задержали. Сразу колени в стороны. Ноги на себя. И стопы вместе. Расслабились полностью. И повисли здесь. Расслабили шею, голову. Повисели столько, сколько хочется вам. И есть еще один такой небольшой лайфхак. Если вам на узкой ленте гамака пока что больно давит где-то бедра, ягодицы или что-то еще. В некоторых залах есть специальная пенопластовая прослойка. А в других есть обычные пледы. Вот таким образом накладываем себе здесь плед, смягчаем всю эту зону и выходим в вис на пледе. Немножечко поможет, но вообще задача здесь полностью расслабиться. Если вы расслабите ваши мышцы, то волей-неволей эта боль, она со временем так же растает, как и все напряжение в вашем теле. Вы будете наслаждаться этой практикой, получать от нее все-все-все бонусы, о которых я рассказывала в предыдущих видео. Жду вас на новых своих уроках. Ставьте лайк и пишите ваши вопросы, комментарии. Всему буду рада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok